Сегодня утром Чувашкредитпромбанк остался без лицензии. Такое решение принял Центробанк России. Что ждет вкладчиков, разъяснили на специально созванном брифинге в правительстве Чувашии. Лишение лицензии – довольно суровая мера. Применяется при серьезных нарушениях. В данном случае такой приказ подписал Центральный банк России за неоднократное неисполнение требований федерального законодательства и нормативно-правовых актов Центробанка. К сожалению, менюст республики, как акционер, не обладал достаточными полномочиями, чтобы повлиять на руководство Чувашкредитпромбанка. Пакет акций составляет 36%. На самом деле, Светлана Александровна сказала, да, 18-й год был убыточный. Мы, соответственно, и дивиденды не получали. Вы понимаете, что это не контрольный пакет акций. Мы его неоднократно пытались продавать. Вы сами были свидетелем этой ситуации. И цифры, скажу, с 2012 года на память посчитали. Девять раз только пытались продать этот пакет акций. Едва стало известно об отзыве лицензии, к Чувашкредитпромбанку потянулись люди. Приехав на место, наша съемочная группа убедилась, что он работает. По московскому времени сейчас час дня. Двери Чувашкредитпромбанка открыты, и любой желающий может пройти и получить всю необходимую информацию. Информацию получить можно, но клиентов она не радует. С сегодняшнего дня пластиковые карты держателей заблокированы. Банкоматы не работают. Все банковские операции Чувашкредитпромбанка прекращены. Лицензию отозвали. Для вас, на вас, как кажется, ваша предприятия? Ну как, негативно, конечно. У людей зарплату надо платить людям, материалы оплачивать. Нам говорят, что до 21 числа. И будут нам вроде бы звонить или сами звонить, и в какой банк переведут деньги. А как будет, чего будет, не знаю. В общем, все. Ничего больше не говорят. Что делать, не знаю. Звонить не только можно, но и нужно. В банке сейчас работает временная администрация, которая формирует реестр требований. Ситуацию держит под контролем Минфин Чуваши. Все вклады, депозиты физических лиц в сумме 1,4 миллиона, они агентством по страхованию будут выплачены. Кроме этого, сюда входит в систему обязательного страхования по обязательным выплатам и субъектам малого предпринимательства. На сегодняшний день всего вкладов в данном банке 3,9 миллиардов рублей. Но, коллеги, нужно понимать, что данная сумма, она может быть откорректирована после того, как временная администрация в полном объеме соберет информацию и более точную цифру нам скажет. В ближайшее время будут определены банки-агенты, которые после 21 ноября начнут выплаты по вкладам. Если сумма превышает 1 миллион 400 тысяч рублей, то это необходимо указать в заявлении. Часть обещают компенсировать в результате конкурсного производства. Что касается срочных платежей, например, оплаты за детский сад, то здесь не должно возникать никаких проблем, заверила министр финансов республики. Транзитные операции в любой, через любой другой банк можно совершать. Ну, например, за садики это получается учреждение муниципального образования. Ну, допустим, города Чебоксары. У него открытый счет, у него на этот счет через любой другой банк можно перечислить эти платежи. По всем возникающим вопросам нужно обращаться по телефону 309-349. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Игорь Зверев, Республика.